На социальные проекты и для волонтеров выделят свыше 400 грантов, а самые активные добровольцы будут получать премии. Об этом заявил президент во время церемонии запуска Республиканского фронта офиса волонтеров. Касымжумар Токаев поставил перед добровольцами несколько задач. На чем предстоит сконцентрировать внимание волонтерам, готова рассказать моя коллега Ирина Панфилова. Она выходит на прямую связь со студией. Ира, добрый день. Тебе слово. Динара, добрый день. Приветствую, спасибо. Хочу сказать, что сегодня по Казахстану действует больше 200 волонтерских организаций, в которых состоят 50 тысяч добровольцев. Так вот, самые активные сегодня находятся здесь, на территории экспо-городка. И смею предположить, что теперь они здесь будут появляться гораздо чаще, ведь у них появился свой собственный фронт-офис, который будет координировать их работу. К слову, филиалы организации откроют во всех регионах нашей страны. Это позволит добровольцам еще больше сплотиться и реализовать как можно больше проектов, полезных для общества. Фронт-офис – это такая единая волонтерская будет структура, которая объединит волонтерские инициативы. Мы постараемся помочь волонтерским организациям, которые только на начальной стадии регистрации, возможно, волонтерской деятельности. Те, кто уже долгое время работает в части волонтерской деятельности, мы постараемся помочь методологической базой, информационной базой. Мы разработаем семь руководств, по которым смогут работать регионы по нашим основным направлениям. На открытие фронт-офиса приехал президент. Я напомню, что глава государства всегда поддерживает волонтеров. И вот сегодня Касым Шумартукаев заявил о некоторых инициативах, которые еще больше придадут стимул для деятельности добровольцев. В частности, будет выделено 400 грантов для реализации социальных проектов. Самые активные волонтеры будут получать стипендии. Также президент остановился на некоторых ключевых вопросах, которые необходимо будет решить в год волонтеров, которым нужно уделить внимание. Например, уделять больше внимания сельской молодежи, сиротам, ветеранам и одиноким пенсионерам. Также активнее решать проблемы экологии и сотрудничать с государственными органами и бизнесом. К слову, в этом году волонтеров в нашей стране может стать еще больше, потому что здесь при фронт-офисе действует колл-центр, куда каждый желающий может обратиться для того, чтобы пополнить среды добровольцев. Поэтому двери открыты, тут ждут всех желающих. Динара, на этом пока все. Подробности расскажем в следующих информационных выпусках. Передаю вам слово назад. Спасибо, Ирина. На прямой связи со студией была Ирина Панфилова. Напомню, сегодня в столице открыли республиканский фронт-офис волонтеров.